МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо компания Гомель, студия Маргарита Шибукова, добрые ранницы. Створение новых рабочих мест, как за кошелье жанров предприемства, так и в приватном секторе экономики, повышение конкурентоздольности от шины продукции и освоение новых рынков. Об этом и не только ишла размова под шаосвезного посяжения совета по взаимодействию органов мясового самокирования, о котором принял удел Старшиня Совета Республики Михаил Мясникович. Удельники посяжения наведали широк сельских господарших предприемств Гомельского и Будокашелевского районов, а так само ознайомилися с работой сельских советов. Под обязанностью у репортажа Дмитра Котова. Агрокомбинат «Паудневый» – первый в программе рабочей поездки. Предприемство заявляется одним из лидеров в регионе по вытворчости мяса. За минулий год тут досягнули показчику у Амаль 6 тысяч тонн. До того ж, не глядяши на летучнюю засуху, отримали недрены уроджай колоссовых культур – 14,5 тысяч тонн. Досягнуты поспехи и унижение вытворчих затрат. В этой теме, до речи, особливая увага у дельников выездного посаджения. Первая часть – это затраты приобретенные, то есть со стороны. И вторая часть – это затраты, которые непосредственно здесь у нас в хозяйстве образовались. Так вот, те затраты, которые мы со стороны, они составляют 67%. И около, получается, 30% – это наши затраты. И повлиять на стоимость затрат, которые со стороны мы никак не можем. Только единственный у нас процесс – это рационально их использовать и уменьшать их расход на единицу продукции, а также увеличивать производство продукции. Поляпшение якости молока, повеличение объема вытворчости мяса, а так само экономия палева и электроэнергии. Миновитые три складающие залог поспехового развития сельского господаршего предприемства Андреевка – Будокошелевского района. По коль тут отзнашаются пыльные финансовые проблемы, а пошние два годы завершены зубытками. Однако керавництво упыльнено, что перспективы есть и не адренны. Значная ставка робится на гэтый год. А вось у товарыства замежаванной отказностью ваховяк, плюс справы добрые уже зараз. Предприемство, якое займается перепроцовкой мяса буйной рогатой живелы и свиней, иснуелся го полторы годы. У класти сродки в белорусскую экономику выросший польский бизнесмен, який полечил наш регион выгодным местом для инвестиций. Зараз средняя вырушка на одного працовника ваховяк плюс больше как 520 миллионов рублев, а средняя заработная плата – 12 миллионов. В плане на будущее нам нужно теперь построить еще бойницы куричек, тоже, чтобы работало примерно 40 тысяч в 8 часов. И нам нужно теперь дома занять тоже тем, чтобы выращивать у нас быки и курички тоже. Но, как я уже говорил с губернатором, что мы бы хотели земли. Чтобы можно выращивать, нужна нам земля. Выники выездного посяжения были подведены на пленарном посяжении у Будокошелевским райвыконками. По словах старшини Совета Республики Михаила Мясниковича, Головное, на что повинны звернуть свою увагу представники улады – это створение рабочих местов и сприяльных умов для притягнения замежных инвестиций. Необходно затекавить потенциальных инвесторов, как супрационистство стало взаимовыгодным для усих боков. А кроме этого, нужно повеличивать конкурентоздольность нашей продукции и активно освоивать новые рынки. Например, вот сейчас мы послушали информацию Рогачевского молочного объединения. Это хорошо, что уже они вышли и на рынки Турции, Ирана, и достаточно успешно и рентабельно продают свою продукцию. Потому что топтаться только на белорусском и российском рынке – это не есть хорошо. Поэтому мы должны уметь продавать и в дальние зарубежья, в страны дальней дуги. Работе сельских советов Гомельского и Будокошелевского районов Михаил Мясникович дал высокую оценку. Навод прогучала думка об необходности выкористания становчего опыта по добропорадковании и работе с насельництвом на инших территориях краины. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». У полдневых районов Гомельской области началась выборочная сяуба ранних яровых зерневых культур. Зараз площадь засеянных сельгасугодзев складая калядного процента до плану, в ответности, за яким под ранние сбоживые у регионе отводится больше, как 150 тысяч гектаров. У основным техника зараз працует на пешаных землях, а так само на паудневых схилах палетков. У значной ступених это практичная проверка адрамонтованных тракторов, регулировка сейлок, а так само агрегатов по процессу глеба и унесению удобрения. Як шакается, массовые полевые работы пошнутся у пешей декаде красавика. Гэта позднейшим было летость, а тому проводить сяубу придется у больш степлые термины. Выники 9-го республиканского конкурса школьных проектов по экономии беражливости будуть подведены у Гомели. Гэта падея отбудется у рамках республиканского семинара с ужасной технологией энергосберажения. Сюня и завтра его удельники будут анализовать эффективность укоронения энергосберагающих технологий на предприемствах и организациях Гомельской области, а так само обмерковываясь питание реализации державной политики в этой сфере. А питанием экологичной безопасности была присвящена сустреча, которая отбылась в Гомельском гарвыконками. Створение централизованного сбора отпрацованных масла обмерковали представники улады промысловых структур и компании ДВШМ-менеджмент. Яна Одинная на постсоветской просторе занимается перепрацовкой подобных отходов. По дробязности веды Ганна Ковалева. Отпрацованное масло – проблема не только экологов, а и хроматства в целом. И тут есть великий пробел. Кали про сбор такой другостной сыровины, як пластик, шкло и папера, ведают и навод поступово долучаются до сдачи многих, то сбор отпрацованных масла – тема, поколь, непопулярная. Разом с тем, для природы и человека эти отходы вельми небеспечные. Сдачих на перепрацовку – один и правильный способ утилизации. У Беларуси у сего пару годов этим займается замежное товариство, забмежаванное отказностью ДВШМ-менеджмент. Кировничество компании наведало город на ЦОЖМ, чтобы отмерзать развитие централизованной системы сбора масла в Гомельском регионе. Установлено в городе Гомеле четыре емкости для сбора отработанных масел у населения. И люди действительно откликнулись на наши предложения и сдают отработанные масла для последующей переработки. Естественно, это все на возмездной основе. Мы понимаем, что масла – это ликвидный продукт. И дабы стимулировать народ, мы все это дело оплачиваем. По особной схеме поставки ведутся с промысловых и транспортных предприемств. И наш регион по этому показчику заявляется лидером. Одна спричинтует, что тут размещены буйные объекты по нафтоздобыче. За всеми предприемствами, которые работают в этом накерунке, уже заключены отповедные договоры. На данный момент доведены планы на все регионы Беларуси. Гомельский регион, у него есть большой потенциал по сдаче масел отработанных. Это порядка, я думаю, что полторы, две тысячи тонн в год. В Украинах Европы на перопроцовку отправляются прикладно 75% отпорцеванных маслов. Беларусь же такой лечбой по куль похвалиться не может. На перопроцовку отправляются только 10%. Завод по перопроцовке находится в Минской области. Сегодня на им працует только одна линия. До 2018-го появится еще две. При этом керавництво предприемство разумеет, что полную силу завод не может функционовать без централизованной системы по сбору масла. А тому створать ей необходимо в ближайшие годы. Так, уже выражено, что ее местости для сбора масла будут установлены в каждом городе и в каждом районном центре Гомельской области. Ганна Ковалева, Яугин Макеенко, телерадио «Компания Гомель». На Гомельшине завершается распроцовка концепции проведения Дня беларуской письменности. Свято пройдя шатвертого вересня у Рогачеви будет означено шарагом цикавых меропроемств культурной накированости. Олег Свинтяров потекавился планами. Скву и ровесник Гомеля у першинёв в летописах и он узгадывается в 1142 году. И такая лишь бы по колькосе населенства Рогачёв – 7-й город Гомельской области. Сегодня тут проживают около 35 тысяч человек. За планованным на четвертый вересня Днём письменности у Рогачёве связываются великие надеи. По отсутствии гэта макчимость провести додатковые работы по доброупорядкованию города плюс надать новый импульс к культурному житю, что, до речи, у Год культуры особливо актуальна. На проконце минулого года у города открыли першин на Гомельской дом книги, и киселита пошли прессовать от поведности со своей назвой. У приватности о причине посредной работы дорослой и детячей библиотек тут будет организована продаж литературы. Зараз, до речи, у Рогачёве нема ни одной специализованной книжной крамы, о причине этого до дня белорусской письменности у доме книги ректуют некакие акции. Конкурс к 120-летию Кондрата Крапивы. Конкурс проходит по нескольким номинациям. Это и лучшее представление творчества автора, это и конкурс чтецов на лучшее произведение, это лучшая театрализация, ну и многое-многое другое. Узгадаюсь по час дня белорусского письменства и об такой историчной подеи, как 75-ти год для початка Великой Членной войны. Тут бы дай центральное место отведено Рогачёвскому музею народной славы. Сегодня у ягу открыты экспозиции шмат материалов, и те выкликают неизменный интерес наведывальников. Уникальные малюнки города, зробленные одразу после вызволения, те особистые речи у дейника бою за Рогачёв приёмного сына Сталина генерал-майора Артёма Сергеева. До дня письменности экспозицию плануется одновить и зарабить яшебош цикавой, але только гэтым работники установы не обмяжуются. У нас планируется инсценировка отрывка пьесы Макайон Калявониха на орбите, Каплановские чтения, посвящённые творчеству нашего земляка, всемирно известного художника-графика Анатолия Львовича Каплана и выставка его работ подлинных. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания Угомель, Зарагачёва. Сегодня у Гомеля пошнец и выездное посяжение Молодёжного совета Белорусского профсоюза работников адукации и навуки. Для удела уим запросили молодёжных лидеров высшайших наушальных установ краины. На протягу двух дён яны будут знайомиться с опытом работы студентских профсоюзных организаций региона и обмерковывать пытания социального партнёрства с администрациями установ адукации. У Гомельским дитяшим доме отбылась с устрэшей выхованца установы со своими батьками. Кожное дитя тут окружено увагой выховальников и наставников. Однако, каким бы утульным не был дитяшим дом, якой бы разностайностью не было наполнено життёю дятей, яны марат только про одно – про семью и матю. Як пройшла с устрэчча, доведалась Вероника Ворошилина. Мама, будь побач со мной за усёды. Гэта девиз вечарины с устрэчча – одночасова самая жаданная мара, яка объедновывает усіх без выключения выхованцов Гомельского дитячого дома. Ширая и глыбокая дитячая надея на худкое узъединение со своими родными батьками просочиваются у песнях, вершах и пожаданиях. Самую любимую на свете мам мы пожелать хотим тёплого, солнечного света долгих лет и зим. Сегодня в Гомельском дитяшем доме выховывается 93 дитя, а те во взрослые от 3 до 18 годов, яке опынулись тут по разным причинах. Для ребят створены комфортные и утульные умовы. Зиме працуют высококвалификованные, голодные, добросардечные и спагадливые специалисты. Однако нам от усёга это не сдольно целком пополнить недохоб мачены любови и клопоту. Сустречу с батьками дети за усёд и чакают с великой радостью и нетерпением. Накануне встречи тысячи вопросов, а моя мама придёт, а мою маму приглашали. Это не просто праздник для детей, но это ещё и возможность нашим детям теснее контактировать с родителями и, наверное, приближать день своего возвращения в родную семью. Подобная сустреча детей и батьков в Гомельском детячем доме ладится с 2008 года. И не завсёды проходят у тёплой душевной атмосферы, организуются с метой мотивовать дорослых изменить свой лад життя, да помогчим наладить односины со своими детьми, обудить у их батьковские почути, и махчим раскрыть ваша натуя, что семья и дети, это головная житёвая каштонности. Наша задача показать сегодня, какие у них умные, талантливые, красивые дети, которые всегда их любят и ждут. За последние 8 годов, дякуючу подобным сустречам, 37 выхованцев Гомельского детячего дома вернулись 25 биологичных семья. Летость пять ребят взъеднались со своими родными батьками, а лет десятки хлопчиков и девчонок по-ранейшему застаются у стенах социальной установы без своих мам и тат, что дни они засынают и причинаются с надеей, что одной батьки вернутся за ими на заужды. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио компания Гомель. До инших тем. Життю и творче севыдатного киноактера и композитора, спевака и поэта кумира эстрады первой половы 20-го стагодия Александра Вертинского просвятили вечер у литературной гостиной «31-ми Рыдыян». Она иснует при Центральной городской библиотеке имя Ерцина. Улику запрошенных на вечер молодые поэты, письменники и творчая интеллигенция Гомеля. За круглым столом они обмерковали биографию Вертинского и его верши музычные композиции. Концерты Вертинского имели колоссальный поспех. С тех часов прошло больше как по 100 годах, однако навыц зараз его поэтыщная и музычная спадщина оказывают вплив на культуру, бардовскую песню и навыц рок-поэзию. У него была шикарная своеобразная манера, собственная только ему, потому что сейчас нету такого понятия у молодых как индивидуальность. Он был очень индивидуальный не только своей манерой, но у него была и прекрасная поэзия, и мелодии очень были красивые. Когда он приехал в 1943 году, он приехал в Россию и в Моссовете у него спросили Александр Николаевич скажите, как вас представить, как написать в афише, у вас какие-то есть заслуги, награды. Он сказал, ну что вы деточка, нету, никаких наград, так а как же вас написать? А он сказал, напишите просто мировая знаменитость. И на этом по кулисе озар развитем подействия в наших выпусках. Я с вами развитуюся. До повышения. До свидания.